Друзья мои, всем привет! Хотя правильнее было бы сказать, девчонки, всем привет! Хотите узнать, почему бывают жадные мужчины, тогда это видео для вас. Но я уверена, что мужчины тоже захотят узнать, почему же бывают жадные мужчины. На самом деле, мне очень часто пишут, видать, путают мой канал с какими-то другими каналами и спрашивают меня, Настя, подскажи, пожалуйста, как развести мужчину на подарки, как сделать так, чтобы он дарил мне подарки. Желательно, чтобы секса между нами не было, или спрашивают, почему мне мой мужчина не дарит подарки. Ребята, честно, я абсолютно не имею ни единого понятия, почему ваш конкретный мужчина не дарит вам конкретно никаких подарков. Но у меня есть несколько идей на этот счет, и сегодня я поделюсь с ними. Дело стоит так. Есть мужчина, есть женщина. И варианта два. Или эта женщина ему нравится, или эта женщина ему абсолютно не нравится. Причем сама эта женщина может думать, что она ему очень сильно нравится. Но на деле, оказывается, совершенно все не так. Если вы запутались в ваших отношениях и не понимаете, нравитесь вы мужчине или не нравитесь, специально для вас я подготовила чек-лист, который называется «Нелюбовь». Получить его очень просто. Нужно подписаться обязательно на мой инстаграм и написать мне в директ, присылать три смайлика или просто написать «Хочу получить чек-лист, не любовь». Я вам обязательно его пришлю. Но мы продолжим. Как вы уже поняли, когда женщина будет получать подарки? Только тогда, когда она нравится человеку, когда она нравится мужчине. А если он не сильно в ней заинтересован, то и тратиться на нее он не будет. И, соответственно, о подарках можно забыть. Но женщине очень трудно смириться с тем фактом, что она может кому-то не нравиться. И она просто начинает думать, что «Ага, этот мужчина, наверное, жадный, поэтому он мне не может даже купить кофе». Но на самом деле дело обстоит в другом. И дальше она решает, что надо использовать какие-нибудь манипуляции, техники. И начинает искать и начинает пытаться им манипулировать. Мужчины не дураки в большинстве своем. Они видят эту манипуляцию. И у них окончательно пропадает желание общаться с этой варышней. То есть, если до этого он еще думал, что «Ну, может быть, что-то получится, может быть, она там нормальная», то сейчас он понимает, что ей нужны только деньги. И как бы вообще подальше ее лучше из своей жизни убрать. И он уходит. А женщина еще больше убеждается, что «Ну, действительно, он какой-то дебил. И все, пойду я дальше своим путем». Дальше мы посмотрим на тот факт, а есть ли вообще у мужчины деньги или все-таки нет. Здесь как бы тоже логично. Если у мужчины нет свободных денег, то он не будет вам ничего дарить. Максимум, он будет дарить вам свое время, внимание, заботу, еще что-то. Но подарков, как таковых, как вы привыкли их там ощущать, да, их тоже не будет. А если у мужчины есть деньги, то он и будет ими сорить направо и налево. Хотя, тоже, знаете, не факт. Далеко не факт. Поэтому, если женщина видит, что мужчина ей ничего не дарит, она начинает думать, ага, айфона нет нового, цветов нет, в ресторан не водит. Он, короче, жадный, все. А он не жадный. Он бы и рад вам что-то купить, да у него просто денег нет. И ни одна, никакая ваша манипуляция не добавит ему в его кошелек денег, который он возьмет и потом с радостью потратит и подарит вам то, что вы хотите. Такого тоже, к сожалению, не будет. Поэтому мы приходим к выводу, что не бывает жадных мужчин, нет такого понятия, жадный мужчина. Бывают или ограниченные финансовые мужчины, или мужчины, которые не заинтересованы в вас. Как правило, это совпадает, то есть накладывается одно на другого, и именно конкретный ваш мужчина, он и мало заинтересован в вас, и у него нет на это свободных каких-то денег. Если вы хотите получать подарки, то очаровывайте того мужчину, у которого есть финансовые средства. Как только вы его очаруете, как только его сердце будет покорено, он сам будет дарить вам кучу-кучу всяких разных подарков, которые вам надо и не надо, по поводу и без повода. Как очаровать? Это одна из главных тем моего канала. Смотрите мои видео, подписывайтесь, не пропускайте, и возможно у вас когда-нибудь и получится очаровать богатого мужчину. И в конце я хочу добавить лично от себя комментарий для таких девушек, которым очень важны подарки. Безусловно, это ваше право хотеть этого внимания, чтобы вам дарили вот именно материальные какие-то ценности, материальные блага. Но я бы посоветовала вам сделать, изменить фокус внимания и подумать на такую тему, что, конечно, в короткой перспективе вы проигрываете, если вы не просите никаких подарков, вам ничего не надо от мужчины. Но будьте умнее и хитрее. У большинства мужчин и так сейчас подгорает, их прям вот разрывает от того, им кажется, что все их используют, всем нужны только их деньги. Что вот у них есть вот эти деньги, они не хотят ни с кем ими делиться. Что все вокруг шкуры продажные, твари меркантильные. И все там хотят жениться, потом развестись, чтобы заставить его там жить потом на алименты, которые он будет платить или отсудить у него полквартиры. В общем, в голове у мужчин так творится, черти знает что. Плюс еще добавьте обязательно какой-нибудь опыт прошлого, когда он уже был в отношениях, где он дарил, вкладывался, тратился. А в итоге ничего не получил. И, конечно, понятно его желание снова не попасть в такие же отношения, в которых он будет только терять и потом останется ни с чем. Это я сейчас немного утрирую, но чтобы вы поняли, каждый человек хочет, чтобы его любили просто так. За то, что он есть, за то, что он такой классный, за то, что он вот такой вот весь прекрасный. И поэтому будьте умнее, не просите сейчас какие-то вот эти вот подарки. Потому что лучший подарок, который вы можете получить, это близкого человека и здоровые отношения, в которых все равно вы получите доступ к его, можно так сказать, материальным ресурсам. И вы уже сами себе будете покупать подарки, какие захотите. А если вам не интересно получить близкого человека, вам интересны только материальные ресурсы, то попробуйте себя в другой профессии, в той, где женщины получают материальные средства за то, что они встречаются с мужчинами. Причем я не обязательно имею в виду там проституцию ту же самую. А на сегодня у меня все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы своим мнением про жадных мужчин. И если не согласны, то почему. А я напоминаю, что или вы управляете людьми, или они управляют вами. Желаю, как обычно, гармонии. Всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok